Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый Енот. Простыми словами о термобласт-автоматах и не только. И сегодня мы покажем и расскажем о том, что должен уметь делать каждый наладчик. Это установка пресс-формы в термобласт-автомат. Пресс-форму можно вешать разными способами. Как правило, чаще всего используют кромбалку. Также можно проводить установку при помощи погрузчика, штабеллера или мобильного погрузченного устройства. Сейчас мы будем устанавливать пресс-форму с помощью кромбалки. Перед установкой необходимо обратить внимание на следующие вещи. Это центровочное кольцо пресс-формы, систему толкателя, как она устроена, и подходит ли, не подходит сопло. Давайте поподробнее про каждое. Сопло у нас бывает двух видов, удлиненное и обычное. Используется оно в зависимости от пресс-формы, какая она стоит. От центровочного кольца бывает разных диаметров. Необходимо сделать так, чтобы оно совпадало с машиной. Также необходимо учесть габариты пресс-формы, чтобы они подходили под параметры машины. Это высота пресс-формы, габариты по тому, чтобы она проходила между колонн, и по массе впрыска, чтобы машина могла пролить изделие. Также необходимо обратить на систему толканий, сколько толканий используется на пресс-форме. Один или несколько, жесткая сцепка и так далее. Это обычное сопло, короткое, стандартное. Оно подходит к нашей пресс-форме, такое же будет установлено на нашем станке. И также бывает удлиненное сопло. Его используют в том случае, если литьевая втулка слишком глубоко находится. Центровочное кольцо. На форме завода шло 125-е кольцо. Оно так устанавливается, прикручивается. Но у нас оно не входит в сам станок по диаметру. В нашем случае центровочное кольцо на пресс-форме не совпадает с отверстием в станке. Мы используем переходное кольцо. На пресс-форме у нас диаметр 125, а на станке у нас диаметр 100. Поэтому мы используем переходное кольцо со 125 на 100. Вот так оно крепится. Также перед установкой пресс-формы обращаю внимание на систему толкателя. В нашем случае используется один толкатель. Бывает такое, что используется система толкания из четырех толкателей. Она расположена по разным частям плиты. Бывает еще толкатель на жесткой сцепке. Это скручивается толкатель на станке и толкатель с самой формой. Бывают еще хвостовики на толкателе. Без всяких сцепок просто торчит здесь хвостовик. И толкатель с машины ударяет в него. Также перед транспортировкой пресс-формы не забывайте проверять наличие замка, который соединяет две половинки. Иначе в момент подъема пресс-форма может просто раскрыться. После того, как мы проверили все параметры, начинаем устанавливать пресс-форму. Устанавливаем пресс-форму, центруем ее с неподвижной плитой с помощью центровочного кольца. Попали центровочным кольцом. Теперь мы смыкаем саму форму для дальнейшего его закрепления. Все, пресс-форму зажали. Теперь мы можем ее крепить на струбцины. Струбцины бывают разных видов. Бывает такой вид струбцины. Высота пресс-формы, которую ее можно крепить, регулируется с помощью винта. То есть он закручивается, выкручивается, тем самым регулируется высота. И бывает вот такой вид струбцин, он никак не регулируется. В этом плане он намного удобнее. Мы будем использовать вот такой. Пресс-форму необходимо крепить на четыре струбцины для ее надежного закрепления. Из-за того, что бывают всякие вибрации, чтобы она никак не проседала и никуда не делась. Пресс-форму необходимо крепить на струбцин. Пресс-форму необходимо крепить на струбцин. После того, как все струбцины затянуты, можем откреплять кромбалку. После того, как мы установили пресс-форму, необходимо подключить охлаждение. Охлаждение подключается к гребенке, которая находится на ТПА. Также струбцин, охлаждение находится на самой пресс-форме. В нашем случае их всего четыре. Перед тем, как подключать шланги охлаждения, необходимо раскрыть пресс-форму для того, чтобы учесть длину шлангов. Чтобы они не порвались во время работы пресс-формы. Шланги используем на каждый контур вход и выход. Мы подключили охлаждение на нашу пресс-форму. Для дальнейшей работы нам больше ничего не требуется. Для более сложных пресс-форм используются ее, помимо воды, гидравлические знаки и пневматический вздув. Вот у нас пример. Более сложная форма для светильника. Готовится к отгрузке клиенту. В этой форме используются гидравлические знаки. Горячеканальная система. Система защиты пресс-формы. И гидравлическая станция для запирания каналов. И все это нужно подключать, да? Да, помимо еще охлаждения самой формы. Вот такая вот хитрая пресс-форма у нас есть. С вами был канал Пластмассовый Енот. И в этом видео мы научились устанавливать пресс-форму в термопласт-автомат. Если видео было вам полезно, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. А также пишите в комментариях, что еще вам интересно было бы увидеть на нашем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!